В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть. И повод прекрасный. И слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, лихо переходящую на виск, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкие, чуткие, ускользающие, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой. И все время прислушиваетесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться, из-за вашей манеры уворачиваться, кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал концерт. Соседи слышат, вначале ваш низкий голос, два-три слова. Затем вой, виск, плач, а-а-а, бабах. Вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуха дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп. И уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья. Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет. А вам крикнет, чтоб ты подох. Вы тут же исполняете. Пилот пробежал по самолету и скрылся в фосте. Потом выскочил. Граждане, отвертка есть? Нет? Пассажир называется. Сволочи. Бросился обратно. Из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники. Побежали за ним. Стюардесса с криком, нет, ты этого не сделаешь. Заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? Не стесняйтесь. А попробовать нет желающих? А стюардессы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры? Ну ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может какой-нибудь компас есть? Нет, девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Что с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута, которым мы летим? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает, да? Что же вы приперлись? Его сзади затягивает в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Он снова высунулся из кабины. Извините душу, мать, скрылся в кабине оттуда. А как ты взлетел? А удостоверение твое? Снова высунулся командир. А простая веревка, веревка белевая простая у кого-нибудь есть? Нет у них. Галстук нет? Нет, галстук не подойдет. Веревка нужна. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными являться? Ладно, вы веревку поищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Ну если туда, это еще часа три. Кто-то хочет чаю? Только один, один кто-то, один. Из хвоста вылетел второй пилот. Клейкую ленту. Дайте, быстро, быстро. А тут донеслись удары. На меня давай, еще, бей сюда. В салоне поток свет. Он снова выскочил. Пассажиры, свечи нет? Может лампада, фонарь? Хотя бы керосиновый. Спички, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя, руки дрожат. Пассажиры называются. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники. В кабине все слышно. Так, полная тишина. Хоть бы один прибор. Господи. Так, пассажиры, дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Тоже нет? Ну, заколку для волос. Вот, крепко давай. О, чудо. Слушай, как раз. Подошла. Все, тишина. Будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два, суки, не сработали. Представляешь? Так, давай, будем садиться. Так, все, сейчас, сейчас. Руку отпусти, вот здесь, вот здесь поддерживай. Так, давай, давай. Нет, нет, вместе, вместе даем на ту педаль. Вместе берем на себя. Так, 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 есть, так, оно, душу, мать, три, так, земля. Все, сели. Сели, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Ну, хотя бы. Полет, бога, мать, окончен. Экипаж, бля, 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 благодарит вас за то, что вы выбрали нашу компанию. Я, в общем, тут недавно чуть не подорвался. Просили рассказать. Мама же, что я не понимаю, дети могут не выходить. Да не беспокойтесь. Да я все понимаю. Да что все такие нервные? Ну, действительно, чуть все не сыграли. Степь, канал, идет борща. Белая, длинная, как ромашки. Ну, просто. И тут подрывники суетятся. Заложили килограмм пятьсот тола или тротила. Ему знает. Провода у них длинные. Ну, и тут надо было дернуть за... Чтоб это все... Главное, рет, махну платком. Но только по платку. Если дерзишь без платка... А наш все... Мы ж на борже. Ну, он только собрался. Тут все готово. Огромная боржа. Поле огромное, как... И ни одной. Вокруг. Ну, действительно, как... Очень похоже. Он уже поднял платок. Мы думаем, ну... Бинокли. И тут кто-то как зорет. Стоп! Стоп! Типа прошу. Главный мегафон. Кто крикнул стоп? Я сейчас из нее. Какой стоп? Мы ж боржа. Наши... Она ж... Вода ж... Несет. Какой ногой, об какие берега. А тот я, в общем, на вас. На вашу боржу. На ваш канал. На всю вашу степь с вашими окрестностями. Ты ж смотри, какая это плывет. Вещь. Глядя, все аж всплыл. Тротил или тол. Все в проводах. Никто ж не знает. Они ж специалисты. Как она тупо ржу догнала. А мы ж все на борже. Они там дернут. Мы... Как вороны. Разлетимся. Я начальнику. Чего ты орешь? Ты молись. Ты этого поцела должен поцеловать. Ты ему должен обнять. Это ж был бы полный. Ты в свою дочку... Вот такая приключилась. Вот. А я говорю. А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, просто чтобы понимать своих трудящихся. С восьми, с восьми, как положено. Вот вы слышали, ругается на предприятии, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпивши никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у них обеих хорошо на душе? Праздниче с утра. Вот, чтобы производство стало красивое, значит, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная, там, вахтерша баба Даша, сексуальная. Это, чтобы все в порядок привести, сколько времени и средств надо. А так все с утра по чуть-чуть? Послегка, ну только чтобы солнце побыстрее взошло. И все, не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, нервность исчезла, вот эта нервность исчезает. Для руководителя, который этой конторой руководит, это главное. Он только крикнет из окна, контакт! Мы со двора, есть контакт. АПЛОДИСМЕНТЫ Он из окна, от винта! Мы со двора, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. А важно, что он выйдет доброжелательно. Но, конечно, я в вас обманул, если бы не сказал, что в наших рядах есть еще не пьющие. Вот понаблюдайте, я сам одного видел такого года два назад. Ой, недовольный, нервный, несчастный. Все ему не нравится. Глаза горят. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, что он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Он себя раскроет, он взболтнет. Хотя трезвый, и народ скрытный, не поймет, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразить, что у него накопилось. Но постепенно выразит. И двое-трое наших, лежащих, тут же все это поймут. У нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Из железа и газа. С резиной. Которую так и хочется звездануть по дизелю. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не подолгу службы, а подолгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник. Чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали. На радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...